Вечер добрый всем, кто хочет помучить себя анимацией. В общем, сегодня я покажу, как настроить вашу Hard Surface модель для того, чтобы ее заанимировать. Как анимировать, я в этом уроке показывать не буду, потому что этого добра можно и в интернете достаточно найти. В общем, что мы должны изначально иметь? У нас должны быть отдельными моделями те части, которые будут двигаться. В данном случае она у меня удлиняется, поэтому сделано так. Но это сейчас не важно. В общем, что мы делаем? Мы должны создать арматуру, то бишь кости, наш скелет. Без него движок просто не воспримет анимацию. Он воспринимает анимацию только на объектах типа скелета. Он вообще их не воспринимает на мешах. Что дальше? Мы заходим в Edit More. И начинаем копировать наши кости и расставлять их в тех местах, где нужно. Для крана у меня должно быть расставлено вот так. Что делаем дальше? Должна быть одна кость. Это обычно Main. Стоит их, кстати, назвать. Сейчас только я вспомню, где это надо делать. По-моему, тут. Да, это надо делать тут. Типа называете. Желательно называть так, чтобы оно описывало действие. Допустим, это Rotate. Потому что оно будет вращать. И все по-английски. Так. Вот это крюк. А вот это, допустим, кабель. Что делаем дальше? Выделяем сначала все вторичные. Потом основной, то бишь Main. Главный. Нажимаем Ctrl плюс P английское. И нажимаем Keep Offset. Или с сохранением позиции. Если нажмете Connect, то все кости сликнутся вот с этой. Что мы видим теперь? Если зайдем в Pose Mode, то увидим, что теперь, двигая за главную, это у нас главная кость. И относительно нее двигаются и все остальные. Но второстепенные могут двигаться, как они хотят. Этому же соответствуют вот такие вот линии, которые идут у главной косточки. Что мы делаем дальше? После этого мы выходим в Object Mode. Выбираем все наши элементы. В смысле, Mesh. После этого мы выбираем наши кости. Опять нажимаем Ctrl P. И тут у нас встает выбор. Если у вас не сложная геометрия, там мало вершин и тому подобное. То, возможно, стоит выбрать With Automatic Weights. Точнее, даже не так. Automatic Weights, он дает некоторое количество огрехов, багов и ошибок. Поэтому, если у вас сложная заковыристая геометрия, которую нужно вот так вот подлезать, прокрашивать какие-то внутренние участки, там бла-бла-бла, вот такие вот моменты у вас есть и так далее, то лучше, лучше, как бы, Automatic Weights не использовать. И реально руками это прокрасить. Если уже у вас модель попроще и багов возникнуть не должно, то можете нажимать Automatic Weights. Автоматик, он автоматически покрасит. Я дальше покажу, что это такое. А Empty Groups, он просто назначит, но все будет, как бы, по дефолту нулю. То есть, оно будет привязано, но никак не будет взаимодействовать. Ну, я в данном случае выберу Empty Groups, потому что Automatic Weights тут нормально не работает. Что мы делаем дальше? Мы выбираем, ну, допустим, наш кран, его стрелу, и заходим в Weight Painting. У нас все синее. Синее соответствует меню. Если мы зайдем в... А куда мы должны зайти? А мы зайдем вот сюда, то увидим, что вот тут есть наш инструмент. Сейчас у меня стоит единица. Это, как можете посмотреть, красный. Диапазон, то есть, красный – это единица. Так вот, изначально это все... Ну, зачем вообще нужен диапазон от 0 до 1? Это придумано для софт-анимации. То есть, там, персонажик, допустим, чтобы у него одна часть гнулась сильнее, чем другая. Но в нашем случае нам нужна чистая единица, чтобы все было красным. И начинаем это все закрашивать. Ну, в общем, цель такая, чтобы в конечном итоге все, что было нужно, было красным. И еще важный момент. Обязательно посмотрите, какая кость у вас выбрана вот здесь. Сейчас я закрашиваю кейбл, а кейбл – это вот там, а я почему-то закрашиваю кран. И это ошибка. Я сначала должен выбрать хук. Точнее, нет, не хук, у меня это что, это ротейт? Вот наш ротейт, он у меня уже назначен, как видите. Выбираю наш ротейт, и как бы все закрашиваю в красный. Ротейт – это вот эта косточка, если помните. Дальше. Я выхожу отсюда, захожу в наш кабель. Все отдельными мешами, еще раз напомню. Опять же, захожу в бейт-пейнтинг. Ну, тут у меня это скейл. И у меня здесь нужно было закрасить только нижние вершины. Потому что верхние оставались на месте, а нижние как бы удлинялись. Так вот. Далее. Допустим, я там назначил, захожу на наш крюк. Захожу опять в бейт-пейнтинг. Ну и допустим, вот наш хук, у меня опять же тут все назначено. И типа все должно быть красным. Каждой кости должно соответствовать свой объект. И после этого, как мы посмотрим, у нас как бы в арматуре есть все эти объекты. Да. То есть, как бы арматура теперь над ними главное. Если зайдем в Cosmo, то увидим, что теперь у нас кран вращается. Мы можем... Так, это почему-то не работает. А, это надо двигаться. Мы можем двигать все это дело. Ну, тут почему-то не двигается. Но, как бы, это косяк. Потому что я разобрал кран и, возможно, там что-то поломалось. Ну, в общем, все двигается. Все вращается. Как можете увидеть. И когда вы сделаете все эти объекты, ваша модель будет готова к анимации. На этом сегодня все. Всем счастья, здоровья. И удачи с анимацией, если вы встали на этот сложный, тернистый. На самом деле, шучу. Если вы привыкнете, то как и с любым другим делом, все будет просто. Просто я не люблю анимации. Всем счастья, здоровья.